Хорошая она была человек, отзывчивая, очень любила свою работу. Наталья Бушина потеряла мать 4 месяца назад. В начале июля Тамара Леонтьева попала в больницу. Она проходила лечение в терапевтическом отделении. Но спустя неделю, рассказывает Наталья, у лечащего врача подтвердили коронавирус и всех пациентов в срочном порядке отправили домой. Тамара Леонтьева недомогание почувствовала еще до выписки. Высокая температура, кашель, боли в горле, отдышка и слабость. Звонили в регистратуру Бозовской больницы, 2-й городской больницы каждый день по два, по три раза. Звонили инфекционистам, там другой телефон у них слегка. Они говорили, каждый день обещали, что придем сегодня, придем завтра, послезавтра. Медсестра все же пришла. После осмотра был поставлен диагноз ангина. Семья настаивала на проведение теста на ковид. В ответ получили отказ. Маме становилось только хуже. Вызвали скорую и женщину доставили в диагностический центр для проведения компьютерной томографии. Диагностика показала, легкие поражены на 75%. И результат теста на коронавирус оказался положительным. В тяжелом состоянии Тамару Леонтьеву госпитализировали в главный ковидный госпиталь Алтайского края. И практически сразу же перевели в реанимацию. Спустя несколько дней сердце перестало биться. Причины смерти – острая респираторная недостаточность, двухсторонняя тотальная пневмония и ковид-19. Да, вот теперь только что и остается снег смахивать. Тамара Леонтьева почти 20 лет отработала в системе здравоохранения. Она была заместителем начальника отдела кадров 2-й горбольницы. Той самой, где ей вовремя не оказали помощь. И было так обидно ей, что я столько лет раньше была нужна людям, а когда не стала работать, и не нужна стала. Работая над данным материалом, мы выяснили, что Наталья Бушина не единственная, кто потерял близкого человека при подобных обстоятельствах. Как минимум, есть еще три семьи, у которых не стало родных после инфицирования в терапевтическом отделении 2-й городской больницы. 3 июля ее отвезли с инфекционной больницы в терапевтическое отделение 2-й горбольницы с отрицательным анализом ковида. Оттуда вы уже, получается, забрали ее с положительным анализом. То есть, получается, заражение произошло там. В итоге она у нас скончалась. В смерти близких людей родственники винят в медицинских работников. Наталья уже направила письма в администрацию президента, в Минздрав, в прокуратуру и Следственный комитет. В настоящее время в рамках процессуальной проверки следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет дана юридическая оценка медицинскому персоналу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Правоохранители установят, почему во время вспышки коронавируса в отделении 2-й горбольницы пациентам, как контактным, не провели исследования на ковид и своевременно не оказали помощь. Бейчане, потерявшие своих родных, с сочувствием относятся к медикам, которые работают сейчас в непростых условиях. Но и они заслуживают сочувствия в связи с утратой своих близких. Люди добиваются не расплаты, а справедливости. И все мы рассчитываем на справедливое расследование. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.